Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады тому обстоятельству, что когда-то в 1833 году Александр Сергеевич Пушкин посетил Симбирский край. И мы с радостью и гордостью можем сказать, что у нас, в нашем городе, в нашей области есть свои пушкинские места. В этом году по традиции прошел Пушкинский праздник в селе Языково. 2 июня открылся замечательный литературно-поэтический праздник на главной площадке в усадьбе Языковых в Языковском парке. В Пушкинском празднике в селе Языково на этот раз приняли участие и гости из Ульяновска. Ульяновские писатели Илья Таранов, Александр Тимаков, Александр Дашко и Мария Богдан. Славно, что эта традиция продолжается. А 4 июня в городской библиотеке имени Пушкина, номер 24, состоялась научно-практическая конференция. У каждого из нас свой Пушкин. В этой конференции приняли участие наши известные краеведы, сотрудники библиотек, деятели культуры. И главный день, Пушкинский день, 6 июня, конечно, был отмечен праздничной программой возле Дома Языковых. Здесь состоялось возложение цветов к памятнику поэту. И было много гостей, и несколько творческих площадок принимали зрителей. У нас в гостях сегодня заведующий музеем Дом Языковых Олег Анатольевич Москаленко. Ему представляем слово. Добрый день. Звать меня Олег Москаленко. Я заведующий литературным музеем Дом Языковых. Дом, в котором в 1833 году был Александр Сергеевич Пушкин. А был он проездом из Петербурга в Оренбург в 1833 году при написании Емельяна Пугачева. Да, он, Александр Сергеевич, был у нас целых вот пять дней в Симбирске, если взять. И мне задают вопрос, а при чем вообще Пушкин и Ульяновск, Симбирск? Я говорю, ну как, это уже не может, почему в Казани, у него есть четыре памятника, да, и есть центр русской культуры, который имеет имя Пушкина, а там он всего лишь был два дня. Конечно, Симбирск и Ульяновск, да, мы очень дорожим тем, что Александр Сергеевич был у нас. Поэтому мы и стараемся сделать так, чтобы имя поэта звучало у нас везде. И более того, мы хотим, чтобы мы были не тем городом, в котором, ну да, там был Пушкин, а мы хотим, чтобы мы с гордостью говорили, что у нас был Пушкин, и в нашем городе звучало имя Пушкин наравне с Гончаровым или Владимиром Ильичем Лениным. Вчера, 6 июня, у нас состоялся Пушкинский праздник, у нас открылся фестиваль улицы 1833 года, на котором был открыт такой вот большой проект «Пушкинское лето», который завершится аж только в сентябре месяце. Вчера у нас звучал Евгений Онегин, да, а Дениса Береснева – это актер театра и кино, город Москва, я думаю, что кто присутствовал, тому очень это понравилось. Да, у нас был Пушкинский бал, у нас звучали стихи, у нас было возложение цветов Александру Сергеевичу Пушкину. Конечно же, да, те вещи, которые происходят сегодня, я думаю, что они и говорят о том, что, и те люди, которые присутствовали, они говорят о том, что творчество Александра Сергеевича Пушкина их вдохновляет и любит. Что у нас такое Пушкинское лето? Это 30 суббот и воскресенье, 30 выходных дней, потому что сюда еще входят и наши праздники, которые 12 июня или там 16 июня, это будет фестиваль Гончарова, но мы там тоже будем присутствовать, потому что Гончаров очень любил Александра Сергеевича Пушкина, и он многие вещи говорил о Пушкине очень хорошие. Не буду приводить примеры, но все-таки это так и было. И понимаете, вот эти 30 суббот и воскресенье, это будет такая большая творческая площадка возле Литературного музея Дома Языковых, это правда северная сторона Дома Языковых, там у нас установлена сцена, у нас есть некие баннеры, есть некая фотозона, есть площадки с мастер-классами, которые будут проходить в течение всего лета. И мы приглашаем к нам, конечно, на эту площадку, на которой в принципе могут выступать все. Это будет чтение стихов, это будут мастер-классы, а самое главное, что и музыкальные коллективы могут участвовать в нашей программе, при этом даже заявляясь даже в последний момент, если у нас будет возможность, мы их будем подключать, особенно молодые музыканты, исполнители, мы их обязательно тоже приглашаем на наши мероприятия. И нам вообще очень нравится работать с молодежью, а если они будут выходить к нам в музей и узнавать что-то про Александра Сергеевича, мы будем только рады и будем оказывать всеразличное содействие. Что же рассказать вам про сентябрь? Потому что сентябрь – это то время, как раз когда был Александр Сергеевич у нас. И вы знаете, так получилось, что большое музейное сообщество – это сообщество пушкинских музеев, который сейчас включает в себя 17 музеев, 17, был 21, но, к сожалению, да, сейчас 17, потому что 3-4 музея находятся за территорией Российской Федерации, они решили нас поддержать, и они приедут к нам все. И 17-й съезд сообщества пушкинских музеев будет проходить у нас здесь, в Ульяновске. При этом к нам же сюда, после того, как услышали, что съезд пушкинских музеев будет у нас, есть медиа-центр Всероссийского музея Пушкина, они говорят, а почему съезд у вас, а почему бы и нам к вам не приехать, и они приезжают тоже к нам. А после того, как услышали про медиа-центр и про сообщество пушкинских музеев, музеи привозка федерального округа тоже сказали, что мы тоже хотим к вам, именно в Симбирск, и самое интересное то, что все эти заключительные мероприятия будут проходить именно у нас в Симбирске, у всех музеев, и федеральных, и государственных музеев, и заключительные мероприятия пушкинского года будут проходить у нас здесь, в городе. Ну, я могу объяснить даже почему. Дело в том, что 6 июня все отмечают у себя, потому что принято так, что все пушкинские музеи отмечают именно у себя праздник. Обычно это делаются большие мероприятия очень. Если взять Михайловска, они говорят, ну как же мы поедем к вам, когда у нас свой Александр Сергеевич, или Всероссийский музей пушкин, они говорят, мы не можем, у нас свои мероприятия. И мы предложили, а у нас, говорю, у нас Александр Сергеевич был в сентябре, давайте мы у нас будем в сентябре. И они сказали, а почему бы и нет? И вот таким образом мы завлекли, наверное, сюда наших коллег, друзей. И я думаю, что все должно случиться, но это только деловая программа. А у нас есть еще не деловая, а культурная программа, которая готовится сейчас, и она будет достаточно разнообразна. Это фестиваль, который называется «Еду в Симбирск» АЭС Пушкин. Почему «Еду в Симбирск» АЭС Пушкин? Это из письма Александра Сергеевича своей супруги. Он пишет, дорогая, «Еду в Симбирск» Многоточие АЭС Пушкин. Ну, Многоточие почему? Потому что мы, конечно, часть письма убрали, потому что он рассказывал, как он через что поедет. Вот таким вот образом у нас будут завершаться вот эти все мероприятия. При этом же, при этом, я хочу сказать, что у нас будет открываться пять выставок. Пять выставок. И это будет открываться в сентябре месяце. И все это посвящено, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину. Выставки из Всероссийского музея Пушкина, выставки из музея Михайловская. При этом у нас будет из «Больших везем» выставка из музея Пушкина. И посвящен будет бабушке Александра Сергеевича, Марии Ганнибал. Это будут живописные работы, я думаю, что и они будут открываться в Ульяновском областном кривическом музее. Я думаю, что это будет достаточно интересно, и посмотреть надо будет всем. Потому что, если кто не знал, но Александр Сергеевич Пушкин до шести лет не знал русского языка. Он говорил только на французском. И благодаря тому, что он приехал в «Большие веземы» к бабушке Марии Ганнибал, он начал узнавать русский язык и научился русскому языку от простых мальчишек и девчонок, которые бегали на улице, крестьян и дворян, конечно, ребятам. Но это было как раз таки уже через шесть лет после его рождения. Какая же еще выставка? А, выставка у нас будет из Республики Беларусь, из музея Янки Купалы. Почему оттуда? Потому что Янка Купала, он был переводчиком на белорусский язык, стихов Александра Сергеевича Пушкина. И поэма «Полтава», по-моему, была переведена Янкой Купалы как бы на их язык. И, конечно, еще одна у нас выставка будет, ну, можно сказать, может быть, даже несколько необычная, но она будет из музейного агентства «Арт Донбасс». город Донбасс – это рисунки посвящения Пушкину, детские рисунки посвящения Пушкину. Но это будет такой даже совместный творческий проект, потому что наши молодые художники со школьниками говорят, а почему бы нам тоже не поучаствовать? И они хотят тоже поучаствовать в этом. мы решили их соединить, сделать коллаборацию и объединить их в такой большой проект, который будет выставлен тоже на обозрение наших зрителей. Вот, наверное, о том, что вот можно, такая краткая, краткая такая аннотация нашей программы, я думаю, что этого будет, наверное, достаточно, чтобы завлечь, вот, наверное, посетителей и к нам музей в том числе. Вот литературный музей «Дом языков» в этом году отмечает 25 лет. 5 июня у нас будет день рождения, 25 лет, 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину. Мы открыты были на 200-летие Александра Сергеевича. И «Дом языковых». Почему же он «Дом языковых»? Причем тут Александр Сергеевич? Да потому что это были друзья. Даже Николай Александр Сергеевич говорил про то, писал, что у кого, вот у кого надо учиться, как ни у Калая Языкова, нам, старикам, у этого молодого. То есть он рассказывал про Николая Языкова и был очень такого высокого мнения о его вообще писательских возможностях, да, вот поэтическом даре. И, конечно же, Николай Языков тоже очень любил Александра Сергеевича Пушкина. Более того, Михайловская Арина Родионовна, вернее, Александр Сергеевич попросил Арину Родионовну заказать шкатулку для Языкова. К сожалению, Пушкин не погибает, и шкатулка остается у Арины Родионовны, ну, в семье Арины Родионовны, и потом она находится сейчас в фондах Михайловского. Мы видели эту шкатулку, нам присылали, и даже сотрудники, которые ездили туда, они это видели. Сегодня, конечно, мы говорим, вот если вы зайдете к нам в музей, у нас есть выставка, которая называется «Николай Михайлович Языков. Стихи, музыка, время». И там, конечно же, дружба и знакомство Александра Сергеевича Пушкина целиком и полностью рассказываются именно на этой выставке. Как они познакомились, да, что оказывается, в 1823 году Пушкин пишет письмо и приглашает Языков к себе в гости. Ну, вы представляете, Языков Николай Языков отказывается, и только через несколько лет, в 1825 году, они знакомятся воочию с Пушкиным. При этом господин Вольф, да, этот Вольф был таким связующим звеном. И после этого вот эта дружба, она переросла в такой творческий такой союз и союз по вдохновению, да, когда Пушкин советовался с Языковым, Языков писал Пушкину, они переписывались стихами. Ну, то есть это было весьма-весьма интересно. В фондах нашего музея сейчас есть прижизненное издание, первое издание Николая Михайловича Языкова, это сборник стихов от 1833 года. При этом, вы знаете, была уникальная ситуация, потому что там позвонила женщина за неделю до день рождения Николая Языкова. И говорит, а вам томик Языкова не нужен? Мы говорим, да, конечно, мы всегда, мы литературный музей, мы вообще, как бы, книги все берем, потому что, особенно Языкова, он, к сожалению, не пересдается в последнее время, да и вообще он издавался несколько раз всего лишь. А она говорит, а я вам вышлю. И она нам высылает это, я получаю буквально перед 11 марта, 16 марта у нас день рождения, 11 марта я получаю пакет, открываю его, и там томик Языкова, но 1833 год. Первое издание, при этом в идеальном состоянии, конечно, мы созваниваемся с этой женщиной, она говорит, вы знаете, у меня папа после Великой Отечественной войны работал на развалах, то есть в Подмосковье было много сараев, которые сносились, ну, после войны именно. И нашли ящик, он так стоял высоко достаточно, его не залило ни водой, ничем, открывает, а там книги. И одно из книг, это был как раз Николай Языков, он подарил мне, и мы очень бережно к этому относились, а вот я думаю, ну, куда сейчас деть, мне он как бы не очень нужен уже, сейчас другое время. Я решила его подарить в один из музеев и обратилась именно к вам, потому что я посмотрю, у нас есть музей Языковых. Я вам позвонил, и поэтому я вам передала эту книгу. Вот такой раритет попал к нам вот совершенно случайно от хорошего человека. И я думаю, что сейчас мы всем показываем эту книгу. Эту книгу видел тоже, я так думаю, что один из вариантов такой книги видел Александр Сергеевич Пушкин. И, конечно же, мы, может быть, такой вот, я немножко похвастаюсь, но у нас есть прижизненное издание Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина. Оно было выпущено 5 января 1837 года. Известно, доподлинно известно, что когда Александр Сергеевич буквально через полтора месяца умирает, ну, это я так, через месяц умирает, этот вариант книги Евгения Онегина был распродан в течение двух недель полностью. Пять тысяч экземпляров были распроданы, и вот один экземпляр попал к нам в музей. И мы даже, я считаю, что мы этим можем гордиться, потому что не в каждом музее есть такая книга. Конечно же, у нас в этом году прошедшем, да, прошедшем, ну, в течение, я так почему-то учебными годами думаю, не думаю годами календарными, а и думаю учебными. И я говорю о том, что в этом году учебном у нас была открыта выставка, которая называется так же, как фестиваль «Еду в Сибирск» А.С. Пушкин. И мы рассказываем о пребывании Александра Сергеевича Пушкина и о капитанской дочке, и, конечно же, о Ремеляне Пугачеве. Вот на этой большой выставке, если вы придете к нам в музей, мы вас познакомим и с удовольствием проведем экскурсию и расскажем о Загряжской, о доме губернатора, о встрече Гринева и, конечно, Пугачева, и о том заячном тулупчике, и о том зайце, который перебегал дорогу Александру Сергеевичу Пушкину. Какие же у нас еще есть выставки? Выставочный проект, конечно, Николай Михайлович Карамзин и Симбирский край. Если кто у нас не был, и почему, все задают вопрос, почему Карамзин? Почему у вас музей? Да, очень просто, потому что дом Карамзина находился буквально в 200 метрах от нашего здания. А самое главное, что Карамзин пишет. Родился в Симбирской губернии, он сам это пишет. У него есть библиографическая повесть. Это рыцарь нашего времени, где он мальчик, 9-летний мальчик, у которого стоит дома шкаф, и в 9 лет, когда ему исполняется, ему дарят ключ, и он открывает этот шкаф, а там 23 книги, которые он берет, и каждый раз бежит на берег Волги, и читает, читает до самой темноты или до того момента, пока его не зовут домой. И это считается библиографической повесть, конечно, Николая Михайловича Карамзина. Кстати, эта экспозиция, она, в принципе, единственная в Поволжье, да, и практически... Ну, кроме Восставьева есть, конечно, еще комната Карамзина, но больше, как бы, выставочных таких проектов нету практически во всей стране. Поэтому мы приглашаем, и мы познакомим вас с удовольствием и с женой Карамзина, которая сидела у Александра Сергеевича Пушкина во время, в тот момент, когда он умирал, она была у него, потому что у него были достаточно дружеские отношения. И почему же, да, мы опять же, вот в нашей выставке про Карамзина мы говорим про Пушкина, потому что первый раз Карамзин знакомится с Пушкиным в лицее, и после этого он его всячески поддерживал, у них были дружеские отношения, и я смеюсь, но, тем не менее, Карамзин его вытаскивал из всяких неприятных ситуаций, потому что был вхож в императорскую семью. Да, но, конечно же, и сегодня, на сегодня у нас работает выставка из музея Михайловска, которой мы друзья, и, конечно же, мы на сегодня в буквальном смысле являемся представителями этого музея у нас. Почему? Потому что у нас открыто представительство этого музея у нас. Сначала оно было виртуально, но сейчас оно переросло уже не виртуально, потому что помимо экскурсий, лекций, круглостолов виртуальных, да, мы делаем и живые выставки, не виртуальные, да, вы можете прийти, и у нас сейчас портреты Пушкина, которые находятся в Михайловском, они находятся у нас. Да, конечно, это не оригиналы, это копии, но эти копии, начиная от середины 19 века и заканчивая современностью, это Игорь Шеймарданов, да, его видение, Александра Сергеевича Пушкина, или господин Придейн, который рисует, да, одним, там, своя техника, да, и одним пером он рисует, это все, это делается. Я думаю, что это надо прийти и посмотреть у нас. Будем всем рады, всех приглашаем к нам в музей и Николай Языков, Николай Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин, все к вашим услугам у нас в музее. Я очень люблю Евгения Онегина, и знаете, так получается, что на сегодня, вот даже вчера, 6 июня, у нас Евгений Онегин звучал везде. Это был и моноспектакль, это был и декламируя, они там, опять же, читали это творческое объединение «Рампа», они читали Евгения Онегина. Но почему-то и все вспоминают, да, что вы вспоминаете у Александра Сергеевича Пушкина? Все первым делом называют Евгений Онегин или Руслану Людмиловну при этом, и сказки, конечно. Но почему-то вот Евгений Онегин выходит у всех на первый план. Но все самые интересные, все Евгения Онегина, да, помнят по другим, да, строчкам. Я вот как бы, мой дядя, самый честный правил, когда ни в шутку не мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Но на самом деле есть другое начало у Евгения Онегина, которое почему-то все не помнят. Не мысля гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты. Ну так и быть, рукой пристрастной Прими собрание пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежных, плод моих забав, Бессонность легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений, И сердца горестных замет. Уважаемые друзья, Спасибо за внимание. Приглашаем вас к нам в музей, Литературный музей Дома Языковых, Который находится на Спасской улице, Дом 22. И приглашаем не только к нам в музей, Но и на мероприятие Пушкинского лета, И, конечно же, на заключительное мероприятие 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, Которое состоится в сентябре, Я могу сказать даже, Это будет с 18 по 21 сентября, Опять же, возле Литературного музея Дома Языковых И во всех музеях Ульяновской области. До свидания. Дорогие друзья, Мы благодарим Олега Анатольевича Маскаленко За интересный рассказ. Поистине, Пушкинский день – Это праздник для всех нас. В день рождения Пушкина В областной детской библиотеке имени Аксакова Подвели итоги Всероссийского творческого конкурса «Аленький цветочек». В этот день были награждены победители конкурса В номинации «Сочиняем как Пушкин». И в наших журналах, в журнале «Мономах» И в журнале «Симбирск» Вышли тематические публикации К этой славной пушкинской дате. В журнале «Симбирск» Опубликована статья Николая Марянина «Симбирские тайны Пушкина». А также очерк Антонины Лобкаревой «Гончаров и Пушкин». Хочется процитировать статью Антонины Лобкаревой. Гончаров не был лично знаком с Пушкиным, Но несколько раз видел его, Оставил свидетельства об этих встречах, Знал наизусть почти все произведения Пушкина И очень подробно факты его биографии. Дмитрий Мережковский писал так «По изумительной трезвости взгляда на мир Гончаров приближается к Пушкину». Вот об удивительной взаимосвязи Замечательного нашего писателя И великого русского поэта И рассказывается в этой публикации. В завершение мне хочется процитировать Всем нам известные строки «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы». Спасибо вам за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok